Привет всем гостям и подписчикам, меня зовут Сергей Пономаренко, вы на канале Медуза Чай на Гаджет. Часто я читаю комментарии под видео с новыми смартфонами, мол, люди, которые привыкли к компактным маленьким телефонам, сейчас не могут себе выбрать вообще нормальный смартфон, потому что современные технологии идут вперед, и телефоны все больше и больше и больше, поэтому такие люди остаются практически ни с чем в наше время. Да, такие телефоны бывают, но обычно это либо ноунеймы, либо ноунеймы с очень бедными характеристиками. Но недавно на рынке появилось спасение для таких людей, это Cubot Pocket. Это современный смартфон, но с маленьким дисплеем, с компактным дизайном, который поместится практически в любой карман, даже на грудный карманчик на рубашке. Начнем, как обычно, с распаковки этого телефона. В этой презентабельной черной коробке в первую очередь нас встречает сам смартфон Cubot Pocket, и на нем уже надет чехол, который идет в комплекте. Также в коробке есть блок питания, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка для открытия слота под сим-карты, и даже, что самое интересное, есть наушники. Да, это простенькие, да, проводные, но все-таки наушники в 2022 году. Насколько я знаю, это сейчас очень большая редкость. По дизайну Cubot Pocket есть некоторые вопросы, потому что 15 лет назад вот такой вот дизайн а-ля Vertu был бы просто сногсшибательный, за него бы все, все, что угодно отдали бы, но сейчас это выглядит как-то немного дешево. Полностью черный цвет – это самая адекватная расцветка, которая была во всей линейке. Есть еще зеленый с золотом и красный с черным. Они выглядят просто ужасно. Ну, хотя, с другой стороны, у всех вкусы разные, возможно, кому-то те цвета тоже приглянутся. Напишите в комментариях, какой из этих трех цветов вам понравился больше всего. На задней части расположилась основная камера и вспышка. Справа кнопка включения, на левой грани качелька громкости и слот под сим-карты. Слот под сим-карты здесь спаренный, либо две сим-карты, либо одна сим-карта и одна флешка. На нижней части расположился только разъем USB Type-C для зарядки. Самая главная фишка этого смартфона – это экран. И не какие-то там пиксели, не разрешение, а именно размер. Это всего лишь 4 дюйма. И для нашего времени, по-моему, это очень большая редкость. Разрешение этого дисплея 540х1080 пикселей. Оно небольшое, но для такого размера экрана вполне себе достойное. На передней панели, помимо самого 4 дюймового дисплея, расположилась фронтальная камера, разговорный динамик, датчики и также есть индикатор событий. Внизу под дисплеем разговорный микрофон. Телефон, кстати, далеко не безрамочный. Вверху внизу прям огромный есть поля. По бокам тоже достаточно много места. Качество самого дисплея мне очень понравилось. Несмотря на небольшое разрешение, пользоваться смартфоном приятно, комфортно, глаза не режут. Если честно, на таком маленьком экране нажимать на клавиатуру для меня было просто что-то непривычное, просто что-то мега неудобное. Но немного со временем, конечно, привык. Но, тем не менее, я никогда в жизни не поменяю свой 6,5 дюймовый смартфон на вот такого вот малыша. Потому что печатать текст на таком маленьком экране для меня было крайне неудобно. Но, с другой стороны, уже 22 год на дворе, есть голосовой ввод. Возможно, этот способ будет проще. Сердцем Cubot Pocket выступает дешевый четырехъядерный процессор Unisoc Tiger T310. Но, с другой стороны, мне кажется, что для такого размера телефона посильнее процессор, в принципе, и не нужен. Хотя, даже с таким процессором на телефоне можно поиграть в современные игры. World of Tanks Blitz, Asphalt 9, PUBG Mobile Lite. Это все запускается на этом телефоне. Это все играбельно, практически никогда не глючит. Но, другой вопрос, зачем и как? Как на этом четырехдюймовом экране можно насладиться игрой, я не знаю. Но, факт остается фактом, поиграть на нем все же можно. Лично мне на таком четырехдюймовом дисплее играть было совсем некомфортно. Внутри Cubot Pocket установили 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Опять-таки, это редкость для таких небольших компактных смартфонов, потому что обычно это какие-то дешевые ноунеймы, в которых устанавливают 2 плюс 32 гигабайта, либо вообще 1 плюс 16, либо 1 плюс 8 гигабайт. Батарейка тут не съемная на 3000 мАч. В принципе, компактная емкость, должно хватить на день использования. Но, с другой стороны, если бы сюда засунули батарейку побольше, он был бы еще толще. Чтобы было немного понятнее, насколько хватит батарейки, то за час просмотра YouTube от сети Wi-Fi уходит 8% батарейки в среднем. Еще одна фишка, которая практически никогда не встречается в таких вот компактных смартфонах, это чип NFC. Он здесь есть, им можно расплачиваться на кассе бесконтактно. И, по-моему, это мега круто, потому что людям, которым нравятся вот такие вот современные смартфоны, приходится чем-то жертвовать, обычно они жертвуют какими-то современными благами, в том числе и NFC, потому что далеко не во всех современных таких маленьких смартфонах он есть. По софту у смартфона Cubot Pocket тоже все в порядке, как вы видите. 11-й Android, да, не самый современный 12-й, но все же опять-таки редкость для таких маленьких телефонов. Оптимизация системы на высоте. И, кстати, с момента распаковки уже прилетело одно обновление. Сенсоры и датчики на смартфоне Cubot Pocket присутствуют практически все. Стандартный набор любого современного смартфона. Все работает отлично, никаких нареканий. GPS-сигнал, кстати, у телефона тоже неплохой. Это сейчас результаты в квартире, на улице они просто шикарные. В Antutu бенчмарке смартфон Cubot Pocket набирает 168 515 баллов. Сканеров отпечатков пальцев на этом телефоне нет, ни на кнопке включения, ни сзади на панели. Зато есть разблокировка по лицу. Face Unlock она называется в андроидах. Работает она, кстати, очень даже шустро. Я нажимаю на кнопку включения на видео на лицо и телефон разблокировался. Вот примерно где-то полсекунды понадобилось телефону, чтобы распознать мое лицо. Ну а что же у нас по камерам, спросите вы, а я вам отвечу. Здесь одна камера на 16 мегапикселей основная и фронталка на 5 мегапикселей. Очень радует, что производитель все-таки не стал устанавливать 10 фейковых камер сзади, потому что он и так выглядит не очень современно. А если бы еще 10 камер налепили сюда, то это было бы вообще цыганщина. Ну а так с одной камерой, мне кажется, телефон смотрится даже более интересно. Основная камера простенькая, о ней много говорить нет смысла, да и нечего. Со своими обязанностями она справляется, нормально фокусируется, нормально снимает в хорошем освещении. Качество фотографий получаются вполне себе неплохие. Камера умеет писать видео, Full HD разрешение, 30 fps максимум. И кстати, по традиции, примеры фото и видео, сделанные на этот смартфон Cubot Pocket, вы найдете в конце этого видеоролика. И не забудьте написать в комментариях, как вам примеры. Подводя итоги, хочу сказать, что ниша вот таких вот компактных смартфонов с нормальными характеристиками и камерами очень пустует. Поэтому Cubot Pocket будет в любом случае популярен среди хейтеров больших лопат. Здесь вам и современный Android, здесь и нормальная камера, и много памяти, и даже NFC завезли. Больше всего меня смутил, как я уже говорил вам, дизайн, но это опять-таки дело вкуса. Ссылку на этот смартфон Cubot Pocket я оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходите. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на канал. Для меня это очень важно. Меня зовут Сергей, это канал Meduza China Gadget. До новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok